Всем привет! Сегодня будем готовить сладкий, вкусный и вредный завтрак, который будет состоять из французских тостов. В детстве, я думаю, многие из вас ели обычный поджаренный хлеб, который замачивался предварительно в молоке. Обычно так поступали с зачерствевшим уже хлебом, чтобы его как-то спасти, делать такие сладкие гренки. Французский тост — это, в принципе, то же самое, но только мы, конечно же, сделаем все немножко по-другому. Вот здесь в миске у меня два яйца, обезжиренное молоко, цедра одного грейпфрута — для этого рецепта нам понадобится их три штуки — и также корица. Что мы делаем? Мы опускаем туда хлеб и оставляем его на полчаса. Как бы это ни показалось странным, но да. Если вы не хотите столько времени тратить с утра, а просто их пожарить в том же съесть, то вот так вот их опускаем, накрываем пленкой и убираем на ночь холодильник. А с утра просто обжариваем. Как я уже сказала, здесь в данный момент у меня цедра одного грейпфрута. Оставшийся грейпфрут мы нарезаем на сегменты, а из двух остальных нам нужно выжать сок, чтобы сделать такой псевдо-грейпфрутовый сироп для подливки. Теперь сделаем тот самый грейпфрутовый соус с подливку. Для этого сок двух грейпфрутов и одну столовую ложку сахара мы объединяем, доводим до кипения и увариваем в два раза. Также это можно сделать накануне, а с утра либо использовать этот соус холодным, либо немножко его подогреть. Ну а теперь остается только пожарить толстый. И здесь такой самый каверзный момент, что хорошая и правильная корочка получится только если вы будете делать это на сливочном масле. Поэтому я и сказала, почему этот рецепт вкусный, но не полезный. Только сливочное масло отдаст вам правильную корочку. Неважно, назовите французскими толстыми, назовите нашими обычными гренками. Весь секрет именно в масле. И мы растапливаем сливочное масло, обжариваем по 2-3 минутки с каждой стороны. И дальше будет такой дополнительный вариант. Можно подготовить отдельную мисочку с сахаром, либо в обычный сахар добавить корицу, либо вот использовать имбирный, например, сахар, про который я недавно рассказывала. И как только вы снимаете горячую гренку, быстро окунуть вот в этот сахар. И у вас получится такой эффект карамельной корочки. Но это по желанию можно опустить в момент сахара и просто обжарить и подать с грейпфрутом и вот с тем соусом, который мы приготовили. Ну вот такое вот яркое и красивое блюдо у нас готово. Дополнительно здесь же соус. Ну не соус, подливка, по большому счету, потому что он не получится таким густым. Поэтому, когда будете готовить, не пугайтесь, что он не становится таким вот карамельным или там какой-то типичный соус или варенье. Я немножко уже полила. И также я использовала имбирный сахар. Вот он подтавил, когда был горячий. И плюс, когда мы добавили подливку и грейпфруты от их сока, сахар тоже таким ровным слоем, карамельным растаял. Таким завтраком идеально всего радует себя в конце тяжелой недели. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч!